В Алтайском крае более 70 тысяч женщин страдают бесплодием и, к сожалению, по словам специалистов, эта цифра продолжит расти. Но есть ли у семей шанс стать долгожданными родителями? Об этом поговорим в студии, а у нас в гостях Вячеслав Востриков, доцент кафедры акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, член правления Российской ассоциации репродукции человека, главный врач Сибирского института репродукции и генетики человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии. Очень рад тоже вас видеть. А тему, которую мы сегодня с вами планируем обсуждать, я так понимаю, очень актуальна и злободневна, потому что, я вот сейчас выше сказала, к сожалению, очень много семей страдает бесплодием. Это проблема современности или, в принципе, подобное наблюдалось и раньше, но об этом не принято было говорить. Бесплодие было всегда, просто сейчас его стало больше. Это стремление быть вечно молодым, вечно красивым, это зависимость, алкогольное, наркотическое, курение, это наша экология, это урбанизация. То есть все, что вокруг нас окружает, это является причиной бесплодия. И в том числе социум. Мы стремимся получить работу хорошую, хорошую специальность получить, построить себе быт, машину, вещи, какие-то материальные блага. И забываем про реализацию основной функции человека, репродуктивной функции. В итоге приходим к тому, что эта репродуктивная функция истощается и заканчивается возможность ее реализации. Сегодня медицинские организации, специалисты предлагают все же способ решения проблем бесплодия. Ну и на слуху у многих такая процедура, как ЭКО. А есть ли какая-то статистика в Алтайском крае? Сколько семей или, может быть, женщин, правильно будет говорить, нуждаются в процедуре или как бы бесплодны? Около 70 тысяч женщин Алтайского края бесплодны. Именно женщины бесплодны или семьи в данном случае. Мне кажется, что если мы будем говорить о семьях, надо этот показатель увеличить ровно в два раза. Ну это примерно около 100 тысяч. Это мы не берем еще child free, которые, в общем-то, добровольно отказываются от деторождения. У нас в городе представлено только 20 клиник частных, которые занимаются в том числе и оказанием помощи по диагностике лечению бесплодия. Гарантия ли это, что они станут родителями, совершив ЭКО? Вот слово гарантия, наверное, не совсем уместно в медицине. Ведь какая гарантия может быть в медицине? Это то, что наши сотрудники сделают все для того, чтобы помочь человеку. Вот в этом, наверное, гарантии качества оказания медицинской помощи. Добьются ли все беременности? Наверное, да. Те, кто не остановится, кто не сложит крылья, не опустит руки. Ну бывали такие случаи в практике, что уже, ну, грубо говоря, десятая попытка, и вот только благодаря тому, что руки не опустили, на одиннадцатой все случилось? Ну вот десятая попытка, к сожалению, это не предел. Самое высокое количество процедур вспомогательных репродуктивных технологий 33 попытки. И закончилось благополучно, да, деторождение. Вы сказали, что 33 раза пробовали, и потом все случилось. А до этого почему не получалось? Очень много причин, очень много факторов, которые влияют на качество получаемых яйцеклеток, ну и окончательный результат. Ведь, в общем-то, примерно каждая пятая беременность прерывается. Прерывается невынашиванием. Поэтому то, что высокие проценты наступления беременности, которые мы видим, не все донашивают до родов. И не все приходят домой с ребенком, как мы к этому стремимся. Вот. Но этого не надо бояться, потому что невынашивание, оно сопровождает человечество также, в общем-то, с тех древнейших времен и по настоящий день. Рано или поздно все женщины будут с маленьким ребенком. Еще говорят, что при ЭКО обычно двойни появляются на свет. Слушайте, это наш бич на самом деле. Правда? Но мы стараемся бороться с этим, да. Это наша проблема, и мы стараемся с этим бороться. Дело в том, что двойня – это не физиологическая беременность. И при вынашивании двойни формируется огромное количество осложнений в течение этой беременности. Поэтому сейчас мы ограничили количество переносимых эмбрионов при ЭКО. И таким образом, ну это реальный способ борьбы с многоплодием. Приходят на процедуру, так сказать, особенные семьи, ну, возможно, с какими-то отклонениями, я уж по диагнозам, наверное, не буду углубляться, но с какими-то генетическими особенностями. Ну, каждая семья, которая к нам приходит, она особенная. Вообще, каждый человек особенный, он неповторимый, никогда-никогда не повторится. И каждый, кто к нам приходит, конечно, они неповторимы. Что касается генетических проблем, ну, 1,4% всех людей, они имеют какие-то генетические проблемы. А вот, ну, я опять же не знаю, может быть, это миф какой-то, что можно повлиять на пол ребенка, на его цвет глаз, волос и так далее. Даже если можно загадать пол, стоит ли вообще это делать? Насколько это опасно или безопасно? Когда мы говорим «загадать пол», загадать пол нельзя в Российской Федерации, потому что селекция пола запрещена. Но мы можем проводить вспомогательные репродуктивные технологии при болезнях, которые сцеплены полом. То есть, в общем, есть заболевания, которые передаются только по материнской линии, а есть заболевания, которые передаются по отцовской линии. И чтобы у ребенка, у потомства не было этих заболеваний, мы выбираем среди полученных эмбрионов ребенка, который не несет этот поврежденный ген. Вот это возможно. А так, чтобы выбрать специально мальчика или девочку, мы такое не делаем. Давайте поговорим о пресловутом коронавирусе. Он внес коррективы во все сферы жизни. Кто-то потерял работу окончательно, кого-то сократили или сократили заработную плату. Ну, в общем, нестабильная экономическая составляющая каким-то образом отразилась на желании людей рожать детей, именно прибегая к методу ЭКО. Ну да, количество пациентов, обращающихся на прием с бесплодием, уменьшилось. Причем уменьшилось за счет самой перспективной части пациенток, которые очень легко добиваются беременности. Ведь, в общем-то, причин для бесплодия очень много. И в подавляющем большинстве нам удается справиться с этим недугом нормализации образа жизни, приемом минимального количества лекарственных препаратов, не прибегая к каким-то высоким и сложным технологическим процессам. Вот таких пациентов стало меньше. Между тем, есть большое количество пациентов, у которых репродуктивный чек-аут, у них кончается время. 38 и старше, и тут, конечно, никакая пандемия не остановит таких пациентов. Их количество не уменьшилось. Правильно понимаю, что для того, чтобы стать мамой, в данном случае именно про мам спрашиваю, что необязательно иметь папу, ну, в смысле мужа. Бывает такое в практике, что приходит, ну, не молодая уже, может быть, средних лет после 40, и вот не сложилась личная жизнь, а хочется, чтобы кто-нибудь, грубо говоря, в старости стакан воды поднес. Ну, дело в том, что действительно к нам приходят женщины одинокие, да, и мы идем им навстречу и добиваемся наступления беременности у них. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы семья была полная, чтобы у каждого рожденного ребенка была и мама, и папа. Ну, не всегда это получается. Возраст не является ограничением к репродукции сейчас. И в 50 мы сделаем, и в 60 сделаем. Рекорд, кстати, 80 лет. Но это не у нас. Не у нас. У нас 62 пока, 63. Беременность, наступившая после вспомогательных репродуктивных технологий, особенно у пациенток, относящихся к группе риска неблагоприятного перинатального исхода, они, конечно, требуют более внимательного отношения и квалифицированной помощи. У нас, кстати, в институте один из самых, наверное, лучших специалистов, если уж не Алтайского края, то, возможно, даже Сибирского федерального округа работают. Потому что, в общем, да, сотрудник кафедры и очень грамотный специалист. И, в общем, часть пациенток наблюдается у нас. То есть до самых родов женщина под контролем. И роды тоже. И роды. Так и чем вы ещё занимаетесь? Вот в том числе этим образовательным процессом, ведением беременных, консультированием, аурологические проблемы, андрологические проблемы, эндокринология, ультразвуковое исследование. Вы каким-то образом отслеживаете судьбу вот этих ребятишек? Мы обзваниваем пациентов, мы с ними общаемся, мы открыты для общения. Но при этом, конечно, не лезем в глаза лишний раз. И те, кто хочет с нами общаться, они нам рассказывают, как жизнь складывается, как здоровят детей. В общем, надо сказать, что большинство, 95% пациенток наших, они к нам очень тепло относятся. А сколько ребятишек на свет появилось благодаря работе ваших специалистов? Мы давно работаем, мы же уже 20 лет работаем практически. У нас на сегодняшний день около 4,5 тысяч детей родилось. То есть это не только ЭКО, это и естественное зачатие, и КРИО-протоколы, инсеминации, стимуляции. Вы сейчас перечисляете просто все технологии, которые мы используем. Потому что мы не только занимаемся оплодотворением в пробирке. Мы вообще лечим все виды бесплодия, которые вообще есть, все формы бесплодия. Кроме этого, занимаетесь научной деятельностью? Да, научная деятельность. Давайте об этом чуть подробнее расскажем. У нас и называется Сибирский институт репродукции и генетики. И, конечно, мы много времени уделяем научной деятельности. У нас, наверное, 30% сотрудников носят звание кандидатов медицинских наук и продолжается научная деятельность. Сейчас мы тоже, в общем, занимаемся научной деятельностью. Мы пытаемся сделать поликлинику с завтрашнего дня. Мы пытаемся помощь доставить каждой пациентке непосредственно на ее мобильный телефон, на ее интернет, на ее рабочий стол на компьютере. Вот так вот. Как это выглядит? Мы создали показатели репродуктивной готовности. Это была программа, созданная 5 лет назад. В первоначальном виде мы ее отработали. Первоначально она создавалась именно для оплодотворения в пробирке. Мы посмотрели, что более рационально используют для всех пациентов бесплодие. Это программа, которая позволяет прогнозировать вероятность наступления беременности в ближайшее время или необходимость обращения за медицинской помощью. Вот у нас была создана эта программа, мы ее разместили на платформе, сделали ее, повторно обследовали, нашли слабые места. Вот сейчас эти слабые места устраняем, ищем компьютерных IT-специалистов, которые позволят нам эту программу адаптировать как в сеть интернет, так и на мобильные устройства. А если сравнивать нашу медицину именно в этом вопросе и мировые какие-то практики, мы вот где? На каком уровне? Ну, вспомогательные репродуктивные технологии, наверное, во всем мире развиваются сейчас активно. Просто российский сегмент вспомогательных репродуктивных технологий – это наиболее динамично развивающаяся система. И, конечно, отрадно представлять, что вот Алтайский край, ну, он, в общем, наверное, в трендах, как это сейчас принято говорить. И по той помощи, которую мы оказываем, по тому количеству пациентов, которые мы оказываем с бесплодием, помощь, мы приближаемся к Голландии, к Дании, к Бельгии. Вопрос, который я не уточнила, когда мы с вами подробно говорили про ЭКО. В обществе бытует мнение, что дети, которые появились на свет благодаря ЭКО, они какие-то особенные. Я сейчас, конечно, не убеждаю, не утверждаю именно этот процесс, а спрашиваю у вас, так ли это? Отличаются ли они от детей, которые естественным, в общем-то, путем были зачаты? И да, и нет. ЭКО – это способ преодоления бесплодия. Мы не вмешиваемся в природу. Мы оставляем все, как есть. Мы просто какой-то один из этапов делаем вне природной среды, в инкубаторе. Только и всего. И поэтому ЭКО не отличается от естественного зачатия, по сути, своем. Да, потому что, конечно, родители, так тяжело получившие их, они, конечно, очень много с ними занимаются. А эти дети могут опережать сверстников. Они везде, и в музыке, и в спорте, и в драматургии. Этим, да, отличаются, да. Но как измерить степень любви? Дети – это вообще самое лучшее, что выходит с человека. И это будущее наше и настоящее. Это то, к чему мы стремимся. Это, по сути, смысл жизни. И пусть рождаются дети. Ведь пока рождаются дети, жизнь не останавливается. Вот на этой позитивной ноте я предлагаю завершить нашу с вами сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях был Вячеслав Востриков, доцент кафедры акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, член правления Российской ассоциации репродукции человека и главный врач Сибирского института репродукции генетики человека.